Песня 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 Спасибо, господи, дорогие родные отцы, святые братья и сестры. Поздравляю всех с нашим престольным праздником. Наши, я всегда говорю о том, что не конкретно именно наши, что братья, а наши – это всех с нас вместе, потому что вы все, я знаю, любите эту святую обитель, переживаете, молитесь за нас, и поэтому всегда все наши престольные праздники – это совместно наши праздники, поэтому я поздравляю с этим нашим престольным праздником. Благодарю всех, кто сегодня нашел такую возможность прибыть на этот праздник, помолиться с нами, потому что действительно это очень ценно. Потому что я помню, как первые годы самого открытия, слава Богу, конечно, народ был, но первое богослужение, которое мы совершали, я здесь служил, мне мой духовник тоже благословил, говорит, служи пока молебны. И я выходил из алтаря здесь, на этом амбоне, все разрушено было. Служил молебен, поворачивался, мир всем, ответить было некому. Никого не было, ни одного человека. Ну, конечно же, святые ангелы, они всегда у любого престола, любого храма предстоят. Но мы не настолько святые, чтобы услышать бы в ответ ангельский лик, чтобы они бы ответили и духове твоему. И я все время, когда говорил это «мир всем», стоял и смотрел, думаю, когда же наполнится этот храм богомольцами, рептажанами. И вот сейчас, по прошествии 15-летия, я вижу, что все эти 15 лет храм всегда у нас бывает полон. И в этом году мы отмечаем 15-летие возрождения этой святой обители. Небольшой юбилей, но годы летят, и мы понимаем, вроде бы быстро все пролетело, что-то в 15 лет. Но я думаю, что каждый, кто здесь особенно сначала, помнит, какая была разруха и все-таки сколько много сделано. Быть может быть, хотелось бы и побольше что-то, и даже иногда нам говорят, что что-то у вас медленно, что-то другое. Но я думаю, что многие из вас знают, что помимо монастыря еще восстанавливаются у нас и два храма сельских, и в Красном Холме, и в Чонбаре, и в Музее Священного Мученика, и в Венаре. Мы очень много взяли, как бы сказать, может быть, так можно сказать, на себя. Но я никогда не боялся этого. Почему? Потому что был всегда уверен о том, что вы поможете. И, слава Богу, помогаете и материально, но самое главное, помогаете своими святыми молитвами. И поэтому у нас все здесь возрождается. Все строится, все делается. Вот, милый, при Божий. И действительно, эта святая обитель, эти 15 лет, она родилась и молилась по своим силам, по своей возможности. Я благодарю искренне вас всех за ваши святые молитвы, за вашу любовь к нашей святой обители. Спасибо, Господи, и всех, Господи. Братья и сестры, в этом году, помимо 15-летия восстановления нашего монастыря, возрождения монашеской жизни в этом месте, у отца Якима еще две круглых даты. Это 15 лет священства и 30 лет монашеского пострига. В связи с этим, ко дню Святой Пасхи, святейший патриарх Кирилл наградил батюшку правом ношения креста с украшениями. Многие здесь присутствующих изъявили желание сделать совместный подарок для отца Якима. И вот сегодня, в день нашего престольного праздника, дорогой батюшка, примите от нас этот наперстный крест с памятной надписью и с пожеланием «Помощь Божия вам в несении вашей жизни на креста в священческом монашеском служении». Спасибо, Господи. И еще, с пресным словом, хотят обратиться наши гости из Воронежа. Какой-то сейчас, секунду, какой преск, залили, конечно, очень красивый. Я никогда не мечтал, честно скажу, о том, чтобы какие-то знаки и отличия носить, потому что для меня было самое... Я 15 лет служил диаконом, и хочу сказать, что я желал, не мечтал, а желал быть священником. Не из-за того, что, как бы, повыше быть саном, а из-за того, что я знал и знаю, что священник может больше помочь всем прихожанам, нуждающимся и словом, и молитвой, и тем более, что священнику должна власть от Бога вязать и решить, то есть исполнять таинство исповеди, принимать исповедь, разрешать, вязать я не собираюсь, конечно, дай Бог, дальше, чтобы в жизни так это было. И то, что в таинствах, конечно, совершать и другие, самые главные таинства и в Христе, и причастие, и крещение, и венчание, вот это священник может. Я, конечно, 15 лет прослужив дьяконом, все время думал, как бы я хотел быть священником. Но по-человечески, как кажется, все время как-то обходили меня. Другие приходили и храмы, посвящали священники. Я думаю, Господи, почему ты как-то вот так вот меня, наверное, я не достоин, не избираешь. И вот 15 лет назад все-таки меня положили, и я говорю, что не ради какого-то возвышения, а ради того, что только есть у священника больше возможностей, чем у дьяконы, помогать людям. И я прошу святых молитв, чтобы и дальше, до конца моих дней, совершать это служение с Божьей помощью. Но я говорю, что никогда не мечтал о каких-то знаках отличия, тем более о кресте с украшением, но в священном начале в этом году наградило. И я тоже прошу, чтобы это действительно крест был, как у нас иногда шутят, крест с искушениями, что больше искушений может быть. Но прошу Ваших святых молить, чтобы они поменьше были. А если и будут, то чтобы их все-таки, эти испытания, проходить достойно. Спасибо, Господи, всем за Вашу святые молитвы, за Вашу любовь. Были ювелирные магазины на каждом шагу. И очень красивые вещи. Я люблю тоже красоту. Я всегда заглядывался на камни. У нас очень много камней уральских, драгоценных, разных. Но это благодаря отцу Гавриилу, у него очень большой вкус, вот этот красивый, действительно, работы крест. Вот это облачение, в котором я сегодня служил, тоже благодаря батюшке преподнесено к этому юбилею. Спасибо, Господи. Но у нас еще вот дорогие наши гости воронежские. Дорогой батюшка, сегодня престольный праздник объединил еще две такие красивые даты, юбилейные даты. Они очень важны и значимы для Вас. Для нас, конечно, тоже очень значимы. Потому что на протяжении многих лет мы приезжаем в эту святую обитель, чтобы помолиться, потрудиться. Примите от нашей семьи искренние поздравления в эти знаменательные даты, сегодняшний престольный праздник. И мы хотим подарить икону святого Митрофани Воронежского, покровителя нашей земли воронежской, чтобы она помогала в Ваших трудах и процветании этой святой обители. Помощи Божией в Ваших трудах. Многое и благая лета. Многое и благая лета, многое и благая лета. Многое и благая лета. Мы Вас любим, батюшка. Ходица, здоровья. Воронежские, а мы Вам цветы, потому что мы знаем, что Вы любите цветы. Пусть они не такие пышные, как в магазинах, но от чистого сердца, от нас, от шиловцев. Вчера говорите, Вы нас разлюбили. Нет, мы Вас очень сильно любим. Редактор субтитров А.Семкин